В Ненецком округе продолжается третий региональный этап Всероссийской школьной олимпиады. Он стартовал 13 января и продлится до 20 февраля. За это время школьникам, победителям и призерам муниципального этапа предстоит выполнить задания по 20 различным предметам. Сегодня учащиеся прошли испытания по химии. Ольга Русул продолжит тему. В процессе работы необходимо следить, чтобы вещества не попадали на кожу лица и рук. Вводный инструктаж и обязательное напоминание о технике безопасности. Сегодня участники регионального этапа Всероссийской школьной олимпиады проходят испытания по химии. Для этих целей как нельзя лучше подходит специально оборудованный кабинет в средней школе номер 4. С химией я начала дружить в восьмом классе, мне начало получаться, понимать. И вот как-то случайно попала на олимпиаду, дальше прошла в следующий тур и вот сейчас на региональном этапе. Но школьный этап значительно легче, региональный идет уже сложнее. Но в принципе все возможно, если готовиться заниматься этим больше и чаще. Одиннадцатиклассник Андрей Дедов выбрал олимпиаду по химии не случайно. Он планирует поступление в медицинский вуз. Задание олимпиады предполагает внешкольную программу, то есть нужно дополнительно заниматься, изучать новый материал, информацию, искать разную самому с помощью учителя. Трудно? Ну да, сложно. Но вполне выполнимо. В этом году только в региональном этапе школьных олимпиад принимают участие более 500 школьников. Общее число участников во всех этапах олимпиад 1776 человек. Это на 26% больше, чем в прошлом году. Мы даем возможность детям проявить свои способности, чтобы ни один ребенок не остался незамеченным. Чтобы для нас не было неприятным сюрпризом, когда мы видим, что ребенок отлично сдает ИД с высоким показателем, а он у нас не принимал участие в олимпиадном отношении. 20 февраля, когда все олимпиады будут написаны, специалисты Центра развития образования займутся аналитической работой. Необходимо оценить качество выполнения школьниками предметных работ. Благодаря такому анализу удается выявить, на какие предметы стоит обратить повышенное внимание. Кстати, по итогам прошлого года для потенциальных участников олимпиадного движения Центром проводились специальные курсы. Работали приглашенные специалисты Центра Фоксфорд, организовывались поездки в тематические лагеря. Это большая аналитическая работа, которая позволяет нам сделать определенные выводы. Где мы должны усилить подготовку, где мы должны продолжать на том же уровне, не останавливаясь, конечно, где можно рекомендовать учителям выполнение тех или иных заданий, на отработку алгоритма выполнения того или иного задания. Общероссийская олимпиада школьников – самый масштабный проект для обучающихся общеобразовательных организаций в России. Интеллектуальные испытания проводятся с целью выявления и развития у детей творческих способностей и интереса к научной деятельности, а также для отбора на международные олимпиады. Ольга Русул, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».